Привет! Кто-нибудь моет голову холодной водой, когда в России, ну я не знаю, может еще в каких других странах бывает такое, отключают сезонно воду горячую на две недели. Я вот, видимо, из таких людей, вот только что из душа. Я что, решила записать ролик, у меня как-то вопрошали, поменялись ли мои волосы, испортились ли от краски осветляющей палет, которую я использовала, может где-то месяца два или три назад, осветляла волосы тогда на четыре тона. Что хочу сказать, они не то чтобы испортились, это смотря с какой точки зрения это рассматривать, эту проблему. Если у вас жирные волосы и вы используете эту краску, то они внезапно становятся сухими. Меня как-то уже осветляла подруга еще до ютубных этих блогов, и было жарко, и как-то было незаметно, и может быть, оно не так сильно осветлилось, или наоборот осветлилось сильнее, но именно этого эффекта, как от палет, я не заметила тогда. Тут же волосы становятся внезапно сухими, и жирным шампунем, точнее шампунем до жирных волос, у меня был Green Mama, шампунь до жирных волос, который был в пустых баночках этого месяца, июля. Он уже не подходил, у меня волосы после мытья им ощущались очень-очень такими сухими, скрипучими, какими-то прям выжатыми, будто из них все, что можно, уже выжилось, и приходилось пользоваться бальзамом. Я никогда особо не пользовалась в паре вот шампунь и бальзам, но крайне редко, иногда вот так вот за ходами или еще что-то, но чтобы вот вынуждена была пользоваться бальзамом, у меня такого не было. Кстати, вот смотрите, волосы отлично расчесываются, совершенно не спутанно. Если кого-то интересует, даже если нет, я все равно это расскажу. В чем секрет фирмы, да? При том, что я мыла волосы самым обычным дешевым шампунем 50 рублей за литровую бутыль, которая периодически бывала в уходе моем на месяц, плюс она вот будет уже в пустых баночках опять же июля. В общем, меня напрягал очень сильно этот процесс мытья, так как я по большей части делаю себе всякие отвары для волос, либо же иногда вот просто под душем полноценно, то очень большой расход воды. Если у вас стоит счетчик или вы просто бережно относитесь к ресурсам водным или то и другое месте, короче, как бы это напряжно. Плюс еще по времени это тоже занимало довольно много времени. Если мне достаточно бывало 15 минут, там быстренько принять душ и помыть голову, все там обсыхать, то теперь вот у меня минут 15 только уходило, чтобы привести волосы в мокрый, но нормальный порядок. Ну, в мокром виде, чтобы они ощущались хотя бы более-менее живыми волосами. Я перешла вот на такой внезапный шампунь. Совершенно дешевый шампунь и ополаскиватель 2 в одном бесконечная свежесть, манго и ламм для всех типов волос, особая серия. 50 что ли рублей он стоил, тут у нас 250 миллилитров. Это уже другая наполняемость у этого пузырька, но не суть. Суть такая, что именно вот этот вот шампунь меня спас. Волосы не спутывал. Я ему подозреваю, превозносила воду и в пустых баночках, и в период роликов, когда снимала там уход на месяц. Спустя какое-то время у меня заканчивается этот шампунь, и я продолжаю уже мыть волосы волшебной пеной, которая будет в пустых баночках огромная, вот этот дешевый шампунь за 50 рублей, и использую бальзам для волос иногда. И тут как бы понимаю, что у меня волосы вроде бы уже и не очень хотят этот желтый шампунь, он желтого цвета, там какая-то липа горная, что ли, липа волшебная пена. Волшебная пена, которую я думала, что это пена давана. Волшебная пена, шампунь горная липа. Дешевый, супер. Я ощущаю, что у меня волосам чего-то не хватает. И я перехожу снова к шампуню для жирных волос, той, грин мамы, с бальзамом вместе. И он, в принципе, и без бальзама моется нормально, ощущения все такие же хорошие, но волосы начинают спутываться больше, чем обычно. И я стала пользоваться, уже допользовала там буквально где-то одна треть осталось шампуня. Ну, у меня на месяц почти хватило, он тоже был в пустых баночках, он концентрированный. И вот я его так воспринимала, что он концентрированный, я его разводила немножко. И пользовалась бальзамом. У меня эта пара полностью практически уходит. Немножко остается бальзама, шампунь заканчивается. Я перехожу снова к этой липе, чтобы дать ей шанс. И с липой уже мою с этим бальзамом. Бальзам у меня заканчивается, я просто покупаю какой-то обычный для всех типов волос бальзам. Он будет в уходе на август. И я вдруг понимаю, что бальзам, бальзам уродин, там разная консистенция. Бывает такая нежненькая, бывает такая очень густая и плотная. Вот у того бальзама густая и плотная консистенция. Но то, что мне нужно, он делает на ура, и волосы после него расчесываются, они мягкие. Сейчас я мыла волосы без бальзама. Я сменила, кстати, тактику в подобную, немного похожий способ. Мне подсказала одна зрительница после какого-то моего ролика по поводу ухода за волосами. Или мытья волос, как-то уже, честно не помню, но помню, что там девушка с длинными волосами, очень длинными мыла волосы в три захода. Я решила попробовать этот вариант, но, конечно, не так, как-то девушка. Встаёте под душ, моетесь полностью, да, вот намочили волосы. Сейчас я попробовала уже не вставая под душ, просто шлангом этим душем наклонила голову. Как бы, если бы я мыла специально водой, приготовленной в тазике или в кастрюльке, черпая, да. В общем, встаёте, намачиваете волосы полностью. Вот сверху идёте на макушку. Волосы мокрые. Добавляете лучше всё-таки шампуня, который, вот, я его разводила, так удобнее. Там, какой-нибудь густой шампунь берёте и разводите его до состояния не супер, конечно, жидкого, а вот такой слегка густой мыльной водички. И риёте вот так же на макушку. И оно вот так вот, как бы, окачивает, полностью намокает. Можете руками так провести, почувствуете в руках эту мыльную жидкость, мыльные волосы. Не надо ничего там вспенивать или ещё что-то. Просто пару раз проверить, допустим, руками по волосам. И после обратно встаёте под душ, смываете это всё. Всё. Вытираете, и хоть когда вытираешь шампунь, пардон, волосы полотенцем, всё равно есть ощущение, бывает такое, что они спутываются. Можно, конечно, одеть чурбан какой-нибудь. У меня он где-то есть, этот хлопковая такая тряпочка треугольненькая. Так одели, закрутили, и вот вам фиговина такая на голове. Можно просто полотенцем. Волосы не спутываются, они легко расчёсываются после такого. Это если без использования, допустим, бальзама. Но бывал момент, что я ощущала, что они вот какие-то всё равно суховатые, что-то им не хватает. Точно так же смываете, когда наносите бальзам на макушечку, побольше уже льёте, так вот много льёте, можно сказать. И распределяете руками по всем волосам. Опять же смываете уже, просто подстраиваетесь под струю душа, и оно всё смывается. Ну, можете где-то там провести, руками проверить, смылось ли всё. Вытираетесь, и опять, в принципе, высыхают волосы сами, всё нормально, всё нормально расчёсывается. Сейчас я попробовала такой способ. Уже просто наклоняетесь голову. Ну, как бы я иногда мыла холодной водой, вот приехала из деревни, вчера частично мыла, тёплое подогрела, но поняла, что удобнее всё-таки смывать, или уже как-то так адаптировалась я холодной водой. Конечно, когда горячую воду дадут, я буду всё-таки тёплой мыть, наверное, хотя не знаю. В общем, холодной водой я намочила волосы полностью. Нанесла шампунь. Он у меня был как бы, там вот уже остатки этой, она сама по себе жидкий шампунь, но я его всё-таки разводила, где-то один к трём. И он был мыльная такая, чуть-чуть густая водичка. Тут она была даже просто мыльная водичка, у меня осталось просто как бы немного во флаконе, плюс я отливала для удобства использования в другой флакончик небольшой от геля и фрошей. Я наносила на волосы, смываю, и понимаю, что как бы, ну, как-то не очень. Не мыльная, вот так вот спенила, как-то тоже не то, не сё смыла полностью водой из душа эту как бы пену, эту всю мыльную составляющую. И снова нанесла, уже просто полила где-то так вот, не на макушку, но где-то вот в этой части головы, где-то ближе к концу головы, где она прирастает, допустим, к шее. Вылила довольно большое количество мыльной воды, там просто как бы литровый флакончик, где-то наполовину добавила на вода была, и вот на донышке совсем чуть-чуть шампуня. Вот так потрясла, вспенила. Вылила, чуть-чуть, буквально пару минут подождала, даже, может, меньше, может, полторы минуты, и смыла это всё водой. Вытерла полотенцем, они были, как в начале ролика, и вот сейчас я их расчесала, они всё ещё влажные, но ни одна волосина не спуталась, хотя как бы я вытирала, ну, немножко вот так вот делала на голове этим полотенцем, но волосы не спутались, волосы хорошо расчесываются, думаю, что новый способ мыть я волос, это саму себя открыла, может быть, ещё до кого-то. И, да, они, кстати, когда после я палет использовала и стала мыть волосы шампунем для жирных волос, вот этим шампунем волосы намного дольше сохли, чем обычно. Может быть, они как-то впитывались, они там усохли, может быть, ещё что-то. Но как только у меня появились свежие волосы, вот эти мои, моего цвета, так вот, я, в принципе, это не сразу поняла, но где-то вот, может быть, полтора сантиметра вот было уже, ощущения уже были такие, что волосы стали снова нормальными. Где-то так сантиметр, полтора сантиметра у вас вот здесь появится, если, конечно, вы не будете паниковать, и, ой, у меня там волосы другого цвета, надо быстрее закрасить. Я в Инстаграм, кстати, видела сейчас так модно, вот, натуральный цвет волос, а тут ненатуральный. Или наоборот, специально вот корни прокрашивают. Мне подруга говорила, которая, она как бы, хобби у неё, это парикмахерское дело. И если вот здесь вот прокрашено, то здесь как бы натуральный цвет волос, в общем, это модно. Если вас не загоняет это корни не прокрашенные, или наоборот, вдруг стали паниковать, то ничего, не парьтесь. Кто-то вам что-то сказал, это модно-модно, люди, модно-модно. В общем, как только ваши жирные волосы снова начинают прорастать своим натуральным цветом волос, считайте, что ваши волосы снова вернулись в норму. Вот у меня снова стали жирные волосы, они уже не сухие, и кончики не сухие, и сами по себе не сухие. Я не знаю, из-за чего-то происходит, но, видимо, оно как-то питает эти жирные волосы, жирные луковицы, питают всё остальное жиром, увлажняют, скажем так, и волосы снова становятся в норму, снова становятся жирными. Но ещё момент от палет, я думала, что у меня только такой был момент, но я читала в интернете, в некоторых местах разные отзывы, и поняла, что это, видимо, практически повсеместно. Если у вас на голове есть болячечки, какие-то ранки, ваш кот об вас почесал ногти, то лучше пока не красить волосы, подождать. Если у вас чистая голова, кожа головы, никаких ранок нету, и кот ещё не успел почесать ногти о вашу голову, то у вас будет эффект такой же, как если бы были ранки или что-то ещё. У меня было дикое ожение в течение 5 минут от краски в некоторых местах головы. Я потом очень долго для меня лично, где-то недели две у меня все вот эти прыщички на голове, образованные от краски палет, они заживали. Ну, можно, допустим, гелем алоэ попользоваться. Просто наносите на волосы, он впитывается, его не надо смывать, его можно воспринимать как маску, которую не смывают. Можно, допустим, на свежевымытые волосы, можно перед тем, как вы их собираетесь помыть, ну, через часа-два смоете вместе с шампунем. Вреда от этого не будет, только польза. И благодаря алоэ вере оно тоже как-то быстрее заживало всё. Можно, конечно, кокосовым маслом ещё какие-нибудь маски или бальзамы использовать специально, чтобы улучшить кожу головы. Но вот минус такой, что, да, цвет красивый. Да, вот хорошо так взяло равномерно такой хороший тон. Ну, на 4 тона осветления. Но минус это вот то, что на коже головы будут прыщики. Кожу головы будут сжечь нещадно первые 5 минут. Если у вас есть какая-нибудь доля мазохизма или просто вы можете терпеть, то вот 5 минут я осиливала, но очень ощущения были жуткие. Сродни, вот если бывают такие маски для волос с перцем, с горчицей, там ещё с чем-то. Русское поле фирма такая называлась. Фикс прайс обычно продаётся. Ну, может, ещё где-то я просто на зоне ещё видела. Но редко так вот покупала. Редко бываю в фикс прайсе, поэтому, может, не знаю, может, уже и нету там. Но редко, соответственно, покупала. Но когда покупала, ощущение было такое же. Только там как бы в пользу шло. Никаких болячек на голове не было от этой вожжения. И волосы лучше просто росли. А тут именно что? Кожа головы страдает от палет. Жутко. И волосы становятся сухими, если они у вас жирные. Ну, не знаю, как это будет на сухих волосах. Может, они будут ещё более сухие. Или наоборот, будет незаметно. Но вот если считать, что красота требует джек, можете рискнуть краски палет. А если нет, то можно, может, какую-то другую попробовать. В общем, наверное, на этом всё. Вот такой небольшой ролик. Я хотела записать, вот чисто поделиться. Изначально, как я тут нашла способ мытья волос. А потом вспомнила уже в процессе, что у меня человек просил мнение относительно краски палет. Стоит ли ей пользоваться? Ну, всем спасибо за просмотр. Всем здоровых волос и хорошей краски для волос. Всем пока!